Мы выступили инициатором и фактически сами разрабатывали проект постановления Кабинета Министров о создании межведомственной комиссии при Кабинете Министров по вопросам национальных движений. То есть это фактически тот же самый Державный Комитет, который был ликвидирован, только, скажем, на уровне межведомственного. Мы начали свою деятельность буквально с периода появления закона о национальных движениях. Признаюсь, в 1992 году Верховным Советом был принят закон о национальных движениях, потому что в Украине проживает 134 народностей, национальности, и определенную группу жмут компактно. И, соответственно, перед Украиной стала задача. Первая задача, чтобы не было конфликтных процессов, которые происходили в других странах СНГ. И я вам скажу другое, что этот закон явился основным документом, который дала возможность многим этническим народам, объединившись, развивать техническую культуру в Украине. Мы все граждане этой страны. И, конечно, задача каждого из нас – сохранить это толерантное отношение и уважать и религию, и культуру, и самобитность. И перед каждым сообществом состояла какая-то задача. То есть было очень тяжело, но инициатива была очень сильная. Целевая национально-культурная программа – сбережение развития этнической культурной модной самобытности национальных вещей в Николаевской области. На период 2004-2018 год. Такая же программа была и подвече 2013 года. Каким образом мы внедряем подобные программы? Вначале мы в сообществе собираемся и продумываем, насколько важны эти программы. Или есть коллективные программы, есть программы, которые очень сильно затрагивают указы президента. Или постановления кабинетами. Таким образом и говорим. Уважаемая областная администрация, мы предлагаем вот такое вот видение свое, как должна развиваться Николаевская область. В том числе и вариант общественных организаций программы, и вариант общественных организаций. Чтобы вы изучили, и конечно я вышел в звоннике местного кабана. Значит. И передание нашим представителям Житомирской областной администрации. Лично губернаторам. Вот межкультурный обмен. Можем пополнить. Главное слово объединение и самоорганизация. То есть они даже на уровне области разные диаспоры. Я там был несколько раз. И евреи, и азербайджанцы, и армяне, которые между собой иногда и не общаются, а в радионациональных товары спелкуются. И чеченцы, и дагестанцы, и грузины, и русские, и белорусские, то есть разные диаспоры. Они даже на уровне одной области, для того, чтобы быть услышанными, для того, чтобы вырабатывать какую-то общую тематику, они сначала сами объединились. И естественно, когда вы объединились, то вас слышат органы госвластия и местного самоуправления. И вот это пример того, что именно объединение дает силу. И второй такой момент здесь, что действительно другого варианта, чем сотрудничать с органами государственной власти и местного самоуправления нет. Это органы легитимные, легально избранные. У нас на сегодня не створено при облдержанной администрации, Громадская рада нас вершила. Можливо, мы узнаем у нас в России, и это будет тоже потужно. И кроме фестиваля, мы уже тоже говорили, что это у нас есть, это у нас раздвинуло. Я думаю, что в дальнейшем наша обеспеченность не будет такой большой номинальной, так, запрошенной. Мы вас запозичимы досуг. Наша комиссия объединяет 19 общественных организаций национальных мечей, которые представляют, если мне не извращу память, 12 национальностей. Дело в том, что сам цей центр межкультурной толерантности, который был создан при государственном университете Франка, является интересным проявом приватной, скорее всего, инициативы. Действительно, присутствует здесь в зале директор этого центра. Это была приватная инициатива, на которой мы когда-то подали грант, выиграли грант, создали центр, реализовали эти программы в сфері саме міжнаціональностей и співпрацей разных общин. Потом нам продолжили еще на два года этот проект, и этот центр успешно працюет, ну, фактически, без будь-якого долучения органов співпрацтей, государственной владой, местного самовыгрыша. Хотя, свого часу, мы пытались создать, ну, не Совет национальных причин, а Координационную раду, как областных штатах. Но, с некоторых субъективных причин, на жаль, это, свого часу, не удалось. Стосовно деятельности комиссии. Справа в том, что, скорейше, я бы сказал, характеризовал специфику Житомирщини в таком плане, что, ну, не надто гостро у нас стоїть тут питание, якийсь ксенофобии, проявлений и так далее. То есть, мы в Москве существуем. Но, в первую очередь, национальные контрольные товариства действуют поддержки своих громад, скажем так, ну, следовательно за похоже. То есть, польские товариства, в первую очередь, контактуют с посольством Польши, получают соответствующие поддержки и так далее. Стосовно проблеме толерантности в области, действительно, таких вот масштабных, и есть, конечно, организации, которые, я бы так сказал, накаляют обстановку в этой сфере, но они не настолько действуют. Больше проблемной есть та ситуация, которую мы встречаем именно на каждом кроце, это побудовая инвалидность людей. На побудовом уровне достаточно часто можно встретить, особенно в молодежном среде, насколько я больше с этим працюю и стикаюсь, именно на побудовом уровне. И тут просто не обмеженный фронт работ. К сожалению, мы замечаем на себе, наша религиозная организация замечает на себе признаки дискриминации по религиозному признаку. Объясню ситуацию. Наше религиозное движение возникло в 1990 году. С 92-го года, кажется, все марквитнее, мы официально зарегистрированы. Мы являемся старейшей религиозной, так называемой, языческой, так нас называют некоторые коллеги духовные, организацией не только в Украине, но вообще во всех славянских странах. Кроме того, наше движение является достаточно авторитетным. Вот рядом со мной Кудесница Святогора, она не только руководитель Великого огня, она еще и спил в головах по-русски. Европейский конгресс этнических религий. Не-не-не. Спил в головах по-русски. Понимаете, я не знаю, как по-русски перевести. Европейского конгресса этнических религий. Это очень уважаемая международная организация, которая тоже сотрудничает северокомиссией, которая объединяет многих представителей этнических религий в Европе от Скандинавии до юга Греции, Испании. К сожалению, у нас есть небольшое непонимание с властью. Это в вопросе выделения нам земли по строительству в святилище. Представьте себе, мы заявку дали первую заявку на поделение земли, которая была одолблена облсоветом в 1993 году.